Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это свежая партия в Сидмейерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm. Её прелесть в том, что тут всё случайно и по-моему это самое интересное в цивилизации, когда ты не заранее выставляешь себе нацию, карты, условия и так далее, а появляешься действительно в незнакомом месте и с каждым ходом открываешь эту новую планету, открываешь те цивилизации, которые на ней появятся. Правда это может привести к некоторой несбалансированности, я не спорю, но по-моему сторицей окупается вот этим чувством исследования, открытия нового. Я думаю, что по превьюшке вы поняли, что мне рандомно выпали инки, цивилизация из дополнения. За неё я уже когда-то играл, но сыграю с удовольствием ещё раз. А вот какие цивилизации выпали моим соперником будем узнавать по мере исследования карты. Да и какая карта, с какими настройками получилось тоже вначале непонятно. Напоминаю, что спонсоры канала все серии этой партии могут посмотреть прямо сейчас, перейдя во вкладку сообщества, ну а для всех остальных они будут выходить раз в день. Традиционно прошу не писать в комментариях без содержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. Приятного вам просмотра. Как-то не очень много гор для инков. Ну я бы даже не уходил наверно отсюда. Еда есть. Ну куда тут ходить ещё? Лучше искать. Тут вот на реку другой, на реку другой город можно будет поставить. Так, сразу разведчиков пока делаем и так 4-3, а так 3-5. Давайте наверно так пока. Хотя вырасти хочется побыстрее. Ну и скаут нужен побыстрее. Ладно. Все загрузились? Можем плюсики проставить. Тут у нас вулкан. Что тут? Вселенцын, да, вулкан. Ну вот сюда я бы ставил город. Так, предварительно. Тут вот выглядит, что можно кампус. Пахнет тут, конечно, кампус, но тут, видите, жалко будет. Как понимаю, на последнем паще чрезвычайно сложно остаться в темном веке. Ну да, 8 очков надо всего набрать. Нормально, уже сразу вулкан стал активным. Ну куда мне лучше идти, вниз смотреть или в сторону? Наверное, этим скаутом сюда побегу. Смотри, тогда этот внизу. Ага, вон у нас руинка какая-то есть. Знаете, что выглядит, как сейчас происходит? Морская карта. В каком смысле? У меня просто, пожалуйста, подождите и все. Ну да, переход хода, да. Ммм, я вверх пойду. Пусть остыть ими тогда второго скаута делать, раз это морская карта. Ну, выглядит как будто это остров небольшой. Тогда, я думаю, давайте лучше рабочего. И потом... Потом поселенца. Ну, по-моему, это небольшой остров. Я тут, конечно, сбегаю. Ну, хотя река. То есть, тут как минимум, не знаю, вот так как-то есть клетки. Тут выглядит немного места. Но, тем не менее, ну, городов на пять мест. О, блин, тут еще и не пройти. О, еще река. То есть, тут можно еще город ставить, да? Ну, давайте так, предварительно. Блин. Здесь город предварительно. И здесь город предварительно. Дальше. Что у нас? Тут холмы. Ну, видимо, тут коммерческий район надо будет ставить. И тогда... Да. Этих коров будет вырубать. А тут, пожалуйста, если город ставишь рядом с природным чудом, это же дает очки. Да. И через клетку от чуда тоже. Еще в радиусе двух клеток, если ставишь от чуда город, то тебе дадут очки. Что за чудо? Бесполезно. Мертвое море. Сразу жители Израиля обиделись. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, что, пойдем сюда. Смотреть, что там. Так. Здравствуй, мистер АД. Привет. Ты далеко отсюда вообще? Не особо. Ну, все, может мореходство открывать тогда? Нет, надо горное дело сначала открыть. Почему тут камень обрабатывать надо? Ну, эээ, да. Я, конечно, далеко немного еще разведал, но у меня все очень плоско и сухо. Это у всех так? Значит, мы рядом. А сухо это что значит? Сплошные пустыни причем. Куда не пойду. Вверх, вниз. Я, конечно, знаю, за кого он. Может, это не острова тогда? Не угадал. Что-то никто не говорит, что это морская карта. Которым очень часто пустыни закидывают. Ну, все равно, как бы, не пройти. Ну, вот я из одной из них. Может, надо было двух скаутов сделать. Ну, тут видите, вот у меня такой полуостров. Что это за карта? Простал, по-моему. Ну, у меня, кстати, не так много холмов и гор для инков, как хотелось бы. Я думаю, может, не обрабатывать коров, а обрабатывать лошадей сразу. То есть, купить эту клетку с лошадьми и их обработать потом уже. Ну, сначала камень давайте. Вот этот. Потом мне бы еще рыбу. Давайте после горного дела мореходство откроем. Так, здесь сюда сходим. Тут явно уже конец карты. Хотя, если это фрактал, то надо сходить посмотреть все-таки. Потому что у фрактала может быть все что угодно. Против варваров не ставлю, потому что их тут не видно пока. И пройти они могут только вот отсюда. Тут какой-то маленький проход. Вообще. Да, ну тут явно конец. Вот видите, какие-то земли тоже есть. Надо бы мореходство быстрее открывать, туда плыть, смотреть. Пока не могу построить ничего. Один ход до открытия горного дела. Ну, на самом деле мне надо бы выйти... Надо бы выйти в... Галеры, действительно их построить. Вот видите, вот тут выглядит как мои места. Тем более геотермальные источники. Дальше пойду лошадей обрабатывать. Вот третью клетку, интересно какую. Рыбы. Вообще я бы пошел рыбу обрабатывать для... Потому что кофе еще не скоро я плантации открою в принципе. Недостаток жилья уже в куска пошел. Потому что не на... Не на реке. Тут, конечно, ко мне хрен пройдешь по... Посуху. Так, сейчас надо будет пансион выбирать. Хочу сюда вернуться дуболовом, чтобы засвечивать территорию, чтобы тут варвары нигде не появились. Так, тут к лошадям идем. Ну что? Священные места. Тундра, пустыня. Нет тропических лесов. Маловато тропических лесов. Даже если священные места будут так. Довольство и жилье в городах засеченные рядом с рекой. Тоже вряд ли получится. Создание чудес. Искра божья. Производство на болотах, оазисах и поймах рек. От рыбацких судов производство. Ну... Как вариант, предположим, культура от пастбищ. А выше тебя земли есть? Пастбищ маловато. Плантации взял. Потому что я больше пастбище я буду вырубать. То есть, этих овец, коров. А плантации у меня есть кофе, какао, водка, какао. Возможно, стоило рыбацкие лодки взять. Тут я не буду ускорить. Люкс. Возможно. Или вообще искру божью, такой универсальный пантеончик. В чате ему напиши. В чате ему напиши. Алло, я не напишу. Вышим проход заблокирован горами. А, тогда все совсем печально. Выходите в мореплавание и плавайте. У вас там горы есть, классно вам. У вас там земля, я не видел. Такое ощущение, что я на каком-то острове. Все равно у меня. Может, это, конечно, и фрактал, но... С кем белоснежный поделиться? Ощущение, что остров. Учитывая, что, вроде как, вот стоит этот бета-баланс. По идее, у вас тоже должна быть земля. Может, ее просто не видно? Поплавайте по морю. Вот она может быть просто рядом, но через море. Сейчас только скаут проверит. Угу, вон еще река. То есть, только эта территория есть, но тут надо подумать по поводу городов. Потому что, если я сюда город поставлю, то у меня тогда тут влезет только на какао. Прям на какао, если ставить. Я могу сюда подвинуть. На само какао. Ну, подумал тогда, этот город похуже тогда будет. Тут-то на какао прикольный будет город. Правда, от вулкана будет страдать. Не, я бы оставил так, как есть. Так, производство, производство. Давайте монумент построим. Два хода до рыбную спуститься я могу только здесь. И надо здесь подождать два хода. Кстати, до открытия судостроения у вас юниты не могут плавать. Но могут плавать рабочие после открытия. Поэтому можно, например, после монумента построить рабочего. На пряность. Чисто для исследования вот этой территории. Как хотел. Мне прям надо на пряности. Потому что это вторая куча места. Я бы вот с этим городом не спешил. Я бы лучше сюда спешил ставить города. Все еще жду. Вот тут нельзя спуститься. Видите, тут скалы. Все-все сюда пойдут. Они смогли только здесь. Поэтому подожду. Ну, хотя бы один город там поставить хочу. Там у людей, соседи есть. Но учитывая, что там у меня минус 16, минус 20, минус 12, то вполне себе можешь позволить. Я поставлю слева. Кстати, вы там довольны теми нациями, которые вам повыпадали? Ну, нам немножко не донаций, честно говоря. Тут как бы проблема гораздо насущнее. Так, ну, это твоя столица там стоит, где лошади, олени, овцы. Это же столица? Да, да, да. Ну, что-то типа 10 клеток между столицами, учитывая, что я никуда не ходил. Так, мастерство откладываем. Ну, 10 клеток это... И... Как раз благодаря моду, иначе было бы меньше. Да, благодаря моде. Просто по-другому тут вообще... Да, давайте гончарное дело. Ну, видимо, надо открывать орошение, потому что... Это... Мне ничем... Нет... Я никак не могу его ускорить. Кажется, у Лёши там вообще в это... Кайф живёт. Почему? Ну, у него просто, наверное, ордологистов пока ещё не было возмущения. Возмущение. И это просто люкс так активно переговаривается. Ну, они там просто в соседях, я так понимаю, что они мешаются друг другу. Я ещё соседа не нашёл. Я тоже никого не нашёл. Ну, я просто, в принципе, своим местом очень недоволен. Кроме того, тут три лагеря варваров заспавнилась прям рядом с городом, еле отбил. Так. Какой пути мастерство надо дооткрывать. Ну, там надо поменять пантеон, ну, ну, если... О, вон ГГшечка есть. Главный вопрос, кому так не повезёт, и с кем будет в соседях лёжа. Я больше не чувствую, что нам за карта вообще выпала. Вот так, за фрактал. Либо это архипелаг, либо фрактал. Похоже на малые материки из налогов. Строить ли галеру? Как вариант. Ну, вот вряд ли это... Или рабочего лучше. Воды маловато дальше. Я бы рабочего построил пока. Ну, у меня достаточно ничего. Потому что нет-нет, через там 2-3 клетки воды видно другой берег. Можете сюда идти засвечивать. В куске надо бы амбар построить, потому что не растёт город. Ну, только до 3-х выращивается и всё. Жилья не хватает, амбаркуль жильё даст. Я вот этим рабочим реально буду сейчас тут. Вот это я хочу остров посмотреть, что за он. Так, эггэшку встречаем, надеюсь первый. Слушай, вот этот город отваливаться не начнёт. Не-не-не. Слушайте, Ереван, по-моему, прикольный. Апостолы могут выбирать вид повышения. Хм... Может через религию поиграть? Такие. Мне похоже варвары убьют. Тебя варвары убьют? Ну. Шесть лагерей. Они прямо же город атакуют? Да, шесть лагерей что ты хочешь? Ну, отлично. Строй армию, прокачаешь юниты, кучу золота поднимешь на них. Так. Вы не знаете кому шпионов отправлять? Монумент. Предлагаю клетки с чудом не выкупать. Окей. Я ещё не встретил другой континент, Дэн. Пангея Ультима. А кто на каком континенте вообще? Пангея Ультима. О. Лемурия. Я на моём любимом на Казахстане. Пангея Ультима. Это ты? Здравствуй, сосед. Говоришь, Лаш, как обычно? Или правда на нём? Ну, чтобы я не ответил, ты поверишь? Не знаю. Я на Атлантике какой-то. Ещё опыт. Так. Такая очень пустынная Атлантика. Ну шо, реально в тёмный век могу выйти. А это, наверное, ещё поселенцы строим. Я бы, а поселенец у нас не переплывает, да, пока. Блин. Да, только рабочие могут плавать. Ну вообще, короче, место есть, да. Видите, тут мы можем ставить. Вот тут лагерь варваров находится. Ну тут явно вот так вот побережье идёт. Вообще интересные территории. Знаете, на фрактал похоже больше всё-таки. Это больше похоже на фрактал. Сюда встану. Ну вот куда мне сюда город ставить? Просто вот за эти горы как-то очень неудобно идти, да. А в принципе, если вот здесь есть место и тут никого не будет, я бы концентрировал свою империю вот здесь. А туда уже по остаточному принципу. Пускай там варвары летуют, что хотят делают. Как-то так. Во-первых, произошло извержение вулкана и улучшились клетки. Во-вторых, я ещё один город встретил. Гонконг, причём первым. Гонконг, по-моему, даёт выхлоп от проектов больше. Представительство городских проектов увеличивается на 20% производства. Не выхлоп от проектов, просто они быстрее производятся. А-а-а, вот такой остров. И я нашёл. Блин, я до сих пор ещё не поменял. Так, тут давайте производство поставим. Против варваров или юнит, или вообще морских. Но я сейчас не хочу, если я построю галеру, то я выйду в нормальный век. Так, то есть я сейчас всё-таки буду стараться уже в тёмный выходить. Ну и юнитами тоже нет смысла строить, пока. Люкс, я вот сюда ещё город поставлю, потому что ниже у меня совсем грустно. Надо купить караванчик. Но у меня сейчас не будет работать. Внутренние. Вот это внутренние торговые пути дают плюс одну пищу за каждую клетку гор в пункте отправления. Да, блин, здесь один город. У нас, у меня нету ни одного, ни там, ни там. Давайте в Куско куплю. Из Куско буду отправлять торговца. Так, здесь пока так встанем. Ну, тут острова, конечно, имеются, но так как тут мало суши, не особо тут прикольно. Делать сюда везти город, спешить, так что придётся вот тут всё заселять всё-таки. Вот это, как эти, названия ингские. То есть, всё равно людей тут нет. Местерку ещё нет, что-то какие-то континенты такие. Всё ещё думаю, что это какой-то, что это морская всё-таки карта. А раз морская, значит, надо ставить города на побережье и идти в морские юниты. Значит, значит, и от города сейчас сюда поведу ставить. Это ж единственное место, да, которое у меня тут осталось. Ну, сюда. А ты наверх совсем не ходил? И сюда, кстати, интересная штука, что вот тут кампус, типа, неплохой будет. С другой стороны, здесь я могу вот тут ромашку сделать. Тоже неплохую. Ага, тут ещё есть какая-то суша. Прими бы Иносайрос первый нашёл. Ну, тут ещё куча территорий, смотрите. Кстати, а что там города-государства хотят? Озарение для колеса. Плотоводец-лучник. В Раннюю Империю пока пойдём. Ну, смотри, там, над моей столицей. Раз, два, три. Проход закрыт. Чуть-чуть левее я взял и вышел. Там ГГшка. Ну, там я там поставлю. Ну, блин, ну, мне хочется возвращаться кофе обрабатывать и какао. И какао, ощущаем, да. Сколько стоит купить строителя? 115. Дороговато. Дороговато. Или оплыть всё-таки? Просто мне кажется, что вот это, да, это конец вот этого вот. То есть это не отдельный остров. Это всё соединено вместе. Если я сейчас поплыву туда оплывать, то это просто навсегда мой рабочий уплывёт и всё. Ну, потому что это фрактал, скорее всего. А фрактал это очень необычные зигзаги, если тебе кажется, что вот это вот. То есть вот это, на самом деле, тоже может быть не отдельный остров, а часть этого фрактала. Это такие внутренние моря вот с этим выплывом. Здесь, кстати, неплохо будет город поставить, как контролировать вот эти проливы. Это будет прикольно. То есть где-нибудь вот здесь город, да, или здесь где-то. Очень неплохо будет. Ну, в общем, надо стремиться выходить. Мне надо в судостроение явно выходить. То есть я сейчас дождусь выхода в тёмный век, построю две галеры в тёмном веку. Ну, семь ходов, я не думаю, что я смогу сейчас уже в нормальный как-то упасть. Каким-то образом. Пожалуй, не буду брать пока эту руинку. Что мы откроем? Каменную кладку. Ну, давайте. Так, в принципе, этого парня можно уже сюда ввести. Я, наверное, поплыву сейчас сюда к жемчугу, обработаю его, потому что нам всё равно надо две рыбацких лодки сделать. А потом высажусь какао и кофе. Вот как-то так. Такой у нас план. Слушайте, а тут рыба даёт три еды. А с чего? Потому что тут риф? А, тут риф. Понятно. Ну, рыбу, конечно, тоже можно было бы обработать. И стоило бы, что там больше даёт. Все, тут два игрока встретились? Я никого не встретил. Мои исследования отрезаны с ГГшкой. Что за ГГшка хоть? Интересные очень, это и знаешь. Как мы с тобой чётко. Я встретил три ГГшки, которые довольно далеко от меня, но их никто не встретил до меня. Мои ещё никто не встретил. И более того, я хожу по континенту, как раз вот это Пангея Ультима. Где-то ты меня найдёшь. Вот, я тебе говорю. По крайней мере, найдёшь великий город на Кавказе. Великий город на Кавказе? Хм. Так, ладно. Что мы тут построим? Давайте ещё строителей, видимо. Так, следующим ходом Ранняя Империя будет ускорена. И, наверное... Ладно, пока не буду поселенцев строить. Хочу в Тёмный Век выйти сначала. Так, монументик. В Кахамарке монументик. Блин, а может и отдельный остров. Фиг поймёшь. Да, похоже, всё-таки на отдельный остров. А потом, знаете, только вот выяснилось, что вот так вот всё как-то закрученное сюда идёт. Ну, я думаю, что это фрактал. Я думаю, что это таки фрактал. Я думаю, что в Тёмный Век тяжело попасть. А что там, все в Тёмный Век выходят? Два из восьми. Два очка до золотого не хватает. Да. И я думаю, где их сейчас найти за четыре хоббита. Надо было раньше какое-нибудь чудо строить. Я бы с удовольствием кого-нибудь нашёл бы, но чё-то как-то сложно оказалось это. Блин, у Руда Алексея вообще два очка эпохи. Два очка, это что? А, нет, стоять. Кто-то нашёл до меня Ереван вот сейчас. Либо я не заметил это, потому что я слепой. Кто-то нашёл Ереван, короче, а? Ага, на карте есть Ереван, понятно. Значит, он вот тут где-то, с этой стороны. Так, ну, Магнус, Магнус, тут нет особо выбора. Так, тут покупаем клеточку. Обрабатываем. Рыбацкое судно. Ускоряем навигацию по звёздам. Недостаточно довольства, но уже довольство у нас появилось. Ранняя Империя. Ну что, ставим, наверное, на поселенцев карточку. Или рановато ещё. Может, порастём. Ещё три хода. Но я пока один ход... Нет, давайте поставим. Давайте поставим. А, тут всё-таки конец. Интересно. Это интересно. А, Рудалексей Белиар. Ну, я даже не знаю, где мне тут можно было больше очков. То есть, вот, я просто одну руинку пропустил. Но, реально, у меня даже как-то без шансов, что я в нормальный век куда-нибудь попаду. То есть, просто прямиком в тёмный идёт и всё. Так, там метки ставит. Блин, мне бы прокачать, конечно, Магнуса сначала на то, чтобы жители в городе на поселенце им... Ну, давайте... Давайте начну поселенца всё равно устроить. За один ход надо будет отложить его. Я-то прокачаю, потому что я трудовую повинность через три хода, но Магнус только четыре хода будет приезжать. А это всё ещё один и тот же континент, да, Пангея Ультима, а Азия Америка вот здесь. Надо вот это тут исследовать и туда ставить города. Я всё-таки склоняюсь к фракталу, что это фрактал. Или, может, эти семь морей ещё может быть, но это надо побольше открыть. А семь морей чем характеризуется карта? Ну, много суши, как бы, да, но суша пересекается водой, то есть, в принципе, может такая быть вот. Вообще, что-то похоже есть только. Сейчас будет извержение вулкана, может убить мне юнит. Каменную кладку открыли, деньги ускорено. Пойдёмте в деньги, наверное. Блин, у меня там какой-то город государства просил колесо ускорить. Или... Или в гавань лучше. Давайте, наверное, в гавань лучше пойдём. И будем гавани строить в первую очередь, а не коммерческие районы. Вот и культурка подъехала. Всё равно 3-2. Я думал, меньше будет строиться времени. Я, кстати, думаю, что он вот от Еревана не может ко мне пройти, потому что тут уже куча варваров наделалась. Так, можно идти забирать руинку ту. В следующем ходу мы уже в тёмный век падаем. Блин, одного хода не хватает. Мне тоже. То есть я вижу уже эту руинку, но до неё два хода идти. Мне хочется галеру без карточки строить. Их ещё круто слянки. Ну, вообще, давайте всё равно. Вот если уходом поменяю карточку. Я бы порадовался. Буду вырубать камень. Я тут буду вырубать камень, потому что я тут хочу акведук поставить. Вот это прям... Я не часто ставлю акведуки. Но вот здесь прям он нужен. Тем более, что он теперь даёт бонусы производственному району. То есть вот здесь надо где-то производственный район, получается, будет делать. И, соответственно, вот тут где-то ромашку. Вот здесь. Ромашку, как её? Правительственную площадь. Эх, в тёмные века инки упали. Так плохо развивались, что в развитии у инков начался тёмный век. Ооо, смотрите, убила варвара. Ещё одно извержение. Зато, смотрите, как... Мне тут страшно город ставить. Видимо, всё-таки сюда надо будет везти. За каждый район, да. Возьмём монументальность. Тут ускорим колесо. Выполним задание ГГшки. Платоводец. Лучник. Так, ждём прибытия Магнуса. Не вырубаем пока камень. Здесь меняем на 100% к морским юнитам. Поселенцев оставляем. Магнуса прокачиваем на то, чтобы создание поселенцев в этом городе не уменьшает его население. Построю одну галеру, потом дострою посело и ещё одну галеру. Вот так взял. Да, потом посело. В общем-то, вот такая у нас. Тут надо подумать, что в этом городе строить. Поселенцев я хочу только в Куско строить. А, может, галеру как раз? Да, давайте галеру, чтобы сразу там поселенцев клепать. Точно, точно. Здесь галеру выбираем. Тут галера построена. Видите, она сразу два очка эпохи даёт. Поплыли. Здесь тогда галеру из очереди убираем. Я отхожу, чтобы... О! Здорова! Привет! Словения, здорова! Представляете, Словения играет за Словению. Вот ему подвезло. Была бы она еще цивилизация... Губернаторский титул, вообще здорово. Давайте Рейну возьмем. Что там, варваров бьешь? Да. Мне просто косметик не нравится. Так, пойду вот сюда город ставить. Ну, ну, кто там ставит метки, блин, не успел передвинуть юниты. У тебя красный цвет, как быку. Так, пошли искать Японию, где она. Ага, тут все-таки остров. Тут все-таки остров. Ну, надо тут уникальное... Уникальное улучшение поставить. Каравелла... Галера есть. Может, еще галер? Четыре хода до навигации по звездам. Амбар. Ну, вообще, амбар можно, да. Что, блин, может, здесь Экведук. Удина. Амбар, еще подумаю. стоим лечимся другому кампусу то тоже не одна гора правительство площадь уладка нужно до холма но все-таки хочется на этом острове город поставить ну неплохо тут все выглядит здесь не прям там супер-пупер но и сначала здесь поставлю города тут и тут тут про засорами надо разбираться давайте юнитов под настроим здесь мы поставим плюс два влияния и а не могу я пока изоляционизм я строю поселенцев тогда плюс к производству мой японское внутреннее японское море о ну короче на японию надо на морских юнитах нападать я не могу вырубать пока точно я не открыл еще что-то варвары обработку бронзы не могу тропические леса вырубать просто ты их был на них медленно реагирует ладно пошли просто леса вырубать тогда мне давай ты вниз не пойдешь японец я просто от варвара убегай я забыл да сорян сам попросил самый забыл там видишь там этот вулкан и он извергается постоянно поэтому раненый юнит уже под вулкан попал тебя там убьет нафиг так либо вулкан либо варвар висячие сады стон хэнш ну я пока не могу плавать пока не открыты пока не открытая судостроение меня на судостроение выходить реально юниты надо строить прачник здесь прачника в очереди здесь прачника здесь война так сделаем на этом пока все продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных она запланирована на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока